Привет, Ютуб! Вы на канале MyBuhKiZ и это апрельский дайджест новостей. В казахстанском медиапространстве этой весной обсуждают громко лишь две темы – суд и паводки. Именно по этой причине новости, касающиеся налоговой отчетности, изменений и правок, могли остаться незамеченными. Мы пройдемся по самым важным и актуальным для бухгалтеров и предпринимателей. С вас лайк и мы начинаем. С июня 2024 года, а именно с 8 числа, изменится порядок проведения проверки стат отчетности респондентов в Казахстане. Теперь при выявлении непредоставления респондентами первичных статистических данных в сроки, указанные в графике представления, респонденты будут сразу привлекаться к административной ответственности в виде штрафа без проведения профилактического контроля. В случае выявления нарушений оформляется заключение, которое направляется респонденту в срок не позднее двух рабочих дней со дня выявления нарушения. Заключение вручается респонденту лично под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении, текстовым сообщением по абонентскому номеру или электронному адресу, полученному из официальных источников. Заключение, адресованное респонденту, направляется по месту регистрации респондента и признается надлежащим образом доставленным в случаях наличия подписи респондента о получении заключения, либо направление заключения заказным письмом, которое вручается физическому лицу лично или кому-то из совместно проживающих с ним совершеннолетних членов семьи под роспись. Заключение, адресованное юридическому лицу, вручается руководителю либо его уполномоченному лицу. Вы, конечно, можете отказаться его принять, но ваш отказ не является препятствием к совершению дальнейших процессуальных действий. Заключение об устранении нарушений должно быть исполнено, теперь внимание, в течение одного рабочего дня со дня следующего за днем его вручения. До вступления изменений в силу срок исполнения был два рабочих дня. Неисполнение в установленный срок заключения об устранении нарушений предоставляет уполномоченному органу или нацбанку республики Казахстан право возбудить административное производство. Вот такие дела. Это еще не все изменения к этому часу. Не можем обойти стороной и то, что в закон о бухгалтерской и финансовой отчетности внесли достаточное количество нововведений. С июня 2024 года организациями публичного интереса не будут признаваться кредитные товарищества и ломбарды, созданные в форме хозяйственного товарищества, а также микрофинансовые организации, созданные в форме хозяйственного товарищества, не предоставляющие беззалоговые микрокредиты. Помимо этого, отведение бухучета и финансчетности освободят субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих микрофинансовую деятельность, не относящиеся к организациям публичного интереса. Закреплено понятие кодекс этики профессиональных бухгалтеров. Под ним будет признаваться свод этических правил, выпущенный Международной федерацией бухгалтеров. Профессиональные бухгалтеры, бухгалтерские и профессиональные организации будут обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с кодексом этики. Уполномоченный орган будет утверждать квалификационные требования, предъявляемые кандидатом в профессиональные бухгалтеры с учетом рекомендаций консультативного органа. Также утверждены дополнительные требования к руководителям профессиональных организаций бухгалтеров. Так, руководителям профессиональной организации не должно быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость. Руководитель профессиональной организации избирается на срок не более четырех лет и не может быть переизбран на два срока подряд. Помимо этого, изменения внесены в государственный контроль в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Госконтроль будет осуществляться в форме проверки, проводимой на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям и требованиям по направленным уведомлениям. Сами проверки будут регулироваться предпринимательским кодексом. Ну что, идем дальше. Еще нововведений добавил Комитет госдоходов и внедрил новый способ авторизации и подписания документов в мобильном приложении ESSFE. Функционал по использованию QR теперь доступен как для портала сентября 2023 года, так и для мобильного приложения. Сам алгоритм прост. Для использования QR в целях авторизации и подписания документов в приложении ESSFE необходимо сделать три шага. Первый. Выбрать вид авторизации, войти с помощью QR. Второй. С помощью вашего мобильного устройства открыть приложение EGov Mobile и нажать на EGov QR. И третий шаг. Отсканировать QR-код и подписать. Вы помните, что мы гордимся уровнем цифровизации и поэтому эту новость смело относим в раздел «Хороших». Значительная доля документов, касающаяся регистрации юрлиц, переведена в электронный формат. Теперь для государственной регистрации юрлица в регистрирующий орган подается заявление с приложением учредительных документов на казахском и русском языках в электронном варианте. Никаких бумажных уставов. В некоторых случаях юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут действовать на основании общего положения об организациях данного вида или типового устава. Юридические лица, относящиеся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства, могут осуществлять свою деятельность на основании типового устава. В случае, если учредители юрлица приняли решение осуществлять свою деятельность на основе типового устава, то представление устава в процессе государственной регистрации юридического лица не требуется. Для госперерегистрации юрлица, учетной перерегистрации филиала, предоставляется учредительный документ в электронном варианте с внесенными изменениями и дополнениями. А в случае закрытия ТО больше не надо будет предоставлять документ об уничтожении печати юридического лица. Помните фразу «отдохнешь на пенсии, а сейчас иди работай»? Вот лично мне она никогда не нравилась. Именно поэтому предлагаю сейчас выкинуть из головы все предрассудки и задуматься об отдыхе уже сейчас, а не когда-нибудь потом. Тем более майские праздники в количестве трех дней подряд к этому располагают. В целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни, уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие. Поэтому суббота, 4 мая будет рабочий, зато потом целых три дня наши, 7-е, 8-е и 9-е. Порадовались? Тогда идем дальше. Буквально пару недель назад, расплачиваясь в магазине, я подумала, как было бы здорово иметь один общий терминал с QR-кодом, который позволит оплатить покупку приложением любого банка. И вот, пожалуйста, видимо, эта мысль пришла в голову не только мне. Заглядываем в новостную ленту и видим, что председатель Нацбанка пообещал запустить такую систему в пилотном режиме до конца 2024 года, благодаря которой единый QR-код позволит оплатить покупку приложением любого банка и он будет взаимочитаем. Вроде как, с начала следующего года проект должен полноценно реализоваться и в него зайдут все банки без исключений. В случае, если банки начнут отказываться от присоединения к единой системе, то использование регуляторных мер в глава Нацбанка не исключает. Как говорится, в добровольно-принудительном порядке. С 1 января 2024 года в Казахстане введена профессиональная выплата гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда. Выплата производится, начиная с 55 лет до достижения работникам пенсионного возраста при условии наличия ОППВ в ЕНПФ за последние 7 лет. Соцвыплата состоит из нескольких компонентов, одна из которых – выплата за счет средств работодателей. И вот в правила ее перечисления внесут изменения. Теперь работодатель после получения уведомления ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня месяца переводит на счет государственной корпорации сумму на осуществление профессиональной выплаты с обязательным указанием периода выплаты. Государственная корпорация не позднее последнего рабочего дня месяца переводит на счет работодателя излишне зачисленные выплаченные суммы профессиональных выплат, поступивших в госкорпорацию. Что там будет в новом налоговом кодексе? Вопрос, которым задаются многие бухгалтеры, налоговые консультанты и предприниматели КГД Министерства финансов рассказал об основных изменениях Так, с 2025 года планируется упразднить представление расчетов по налогу на имущество и землю до суммы 1 миллион тенге А свыше данной суммы декларацию достаточно будет представить всего один раз в год Хотят отменить предоставление налога на транспортные средства юридических лиц А начисления будут производить на основании сведений органов дорожной полиции по аналогии в отношении физлиц Кстати, камеральный контроль будет носить предупредительный характер, будут показываться расхождения Помимо этого хотят сократить сроки проведения проверки субъектов МСБ Ограничить возможность приостановления проверки не более двух раз Планируют внедрить новые меры взыскания налоговой задолженности Если задолженность до 20 мрп, налогоплательщику будет направлено извещение о наличии налоговой задолженности Если задолженность от 20 до 45 мрп, то уже будет направлено уведомление, а в случае непогашения будут приостановлены расходные операции по банковским счетам и выставлено инкассовое распоряжение Если задолженность будет более 45 мрп, дополнительно уже будет описываться имущество для выставления на торги Вроде как будет упрощена процедура предоставления отсрочки-рассрочки при наличии задолженности в размере порядка 5 миллионов тенге И помимо этого хотят кардинально пересмотреть подходы администрирования НДС Что будет в итоге и как нам с этим работать, мы обсудим явно не сегодня Но вот позаботиться о том, чтобы каждый из нас был более подкован в вопросах в сфере бухгалтерии, налогов и предпринимательства мы можем уже сейчас Поэтому приглашаем вас на MyBuch Forum, который пройдет в виде неформальной встречи на открытом воздухе 24 мая Обсудим с экспертами и представителями Атамикен проект нового кодекса Послушаем наших спикеров и в целом познакомимся и пообщаемся в новом формате Бухгалтеры, предприниматели, налоговые консультанты, частные инвесторы соберутся вместе 24 мая с 13.00 до 18.00 на свежем воздухе Все подробности о трансфере и билетах в описании под этим видео До встречи на форуме ваш MyBuch.Z Субтитры подогнал «Симон»